МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Ну, возьмите. Мужчина, здесь вообще-то очень. Я, я итальянец. Я итальянец. Ты помадку не забывай взять? Да, взяла. Ух уж эти фирмачи. Ваш билет. Я уже показываю. Да, конечно. Ну, в добрый путь. До свидания. До свидания. Да. Здравия желаю, капитан Ефьев. Транспортная милиция. Предъявите документы, пожалуйста. Не понимает. У тебя у меня билет. Господин Хорош, да не нужен мне ваш билет. Я из другого ведомства. Паспорт, пожалуйста. Предъявите мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угу. В кастелье, действительно, в кастелье. Ну, пройдемте со мной. Не понимает. Что? Чего не понимать-то? Сигнал, говорю, сигнал поступил. О паровозе не задекларировано товар. Если мы сейчас поспешим, то вы еще успеете купить себе сувенирчик. Так что пройдемте, пожалуйста, со мной. Кекоза? Паракода отплевает. Ну что кекоза? Что кекоза-то? Я не понимаю. Значит так. Вы сейчас остаетесь здесь. Я пойду приведу помощника сейчас. А вот чемоданчик я, ваш, вынужден взять с собой. Чемоданчик возьму с собой. Ферштейн. Все. Пять минуточек. Пять минут. Пять минут. Пять минут. Все. Пять минут. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я могу с двадцать половиной. Спасибо. Нет? До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно освободился? Здорово, Савельев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты что думаешь, у него пожизненное, что ли? Уплываешь. Приплываешь. А ты еще какие судьбами тут? Служу Советскому Союзу. Молодец. Ладно, мне некогда. Позвони на днях. Да я побегу, давай. Китай-город! Садись. Гражданин! Вагонек где брали? Да вот, Жекёнов. А, вот! Милиция! Хулиганы руки выкручивают! Спокойно, товарищи! Я милиция. Шагай, шагай, шагай! Иван Сергеевич, значит, вы утверждаете, что этот чемодан вам не принадлежит? Угу. Говорю же, на вокзале подошёл один, попросил посторожить чемоданчик. Ну, я и согласился. Чего не помочь человеку? Ну да. А билетик на теплоход до Горького у тебя случайно оказался? Угу. Поздравляю, Савельев. Твоя версия с речным вокзалом сработала. Клиент решил подышать свежим воздухом. Угу. Понятые. Я прошу внимания. Норковое манто. Фотоаппарат. Никон. А я без понятия, что там. Я в чужих вещах не копаюсь. Не то воспитание. Ты про воспитание своё героическое на зоне будешь воспоминания писать. Времени у тебя будет навалом. Угу. И брось в своём уму. У меня и так нервы на пределе. И дел навалом. Но это по мелочи. Кольца. Серьги. Броши. Зубная коронка. Алёхин. Мне стыдно. Зубная коронка. И вот у нас есть заявление профессора Обнорского, у которого по странному стечению обстоятельств недавно, как у вас выражаются, хату обнесли. И? И все вот вещи, которые дал вам посторожить доверчивой до наивности, гражданин, описаны вот в этом заявлении. Вот такая же пиндя. Угу. Утомил ты меня, Алёхин. Что тут ещё осталось в пещерах Алладина? Отвесники, щёпор, сигар, меховое манто. Вот это да. Орден? А орден вроде профессора не терял. Не числится. Да говорю же, на вокзале один гражданин попросил посторожить, а к этому я... ПЕСНЯ Угу. Трёхземеньев и фрагмент. Прекрасно. Настоящие. Двадцать три грани. О, какие грани. Ну что там, Ной Маркович? Уж не знаю уж, Татья, порадую я вас или огорчу. Слушайте, к чёрту у вас и танцы ритуальные. Говорите, как есть. Если серьёзно, орден не настоящий. Прекрасная подделка. Стекляшка, но работа отменная. Сержик! Сержик! Сержик, иди сюда, ты представляешь? Наши вещи нашлись. Вот, товарищи, с хорошей новостью. Здравствуйте. 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 Нашли, значит? Нашли всё. И даже больше. Вот, Валя, ты не верил, а я говорил, наши органы работают. Сергей Юрьевич, я хотел бы уточнить один вопрос. Что уточнить? Я не понимаю. В описании пропавших вещей не значится орден. А среди обнаруженных таково имеется. Вот этот. Ваш? Нет, эта вещь мне не знакома. Ну, если её у кого-то украли, а при чём здесь мы? Серж, я тебя просила надеть бабочку. Бабочку. Там, посмотри, Бордовая в Будапеште с тобой купали. Поищи там. Я хотела про орден. Но дело в том, что это подарок мне. У другого человека. А у другого человека откуда? Есть мастер очень хороший. Он такие вещи красивые делает. Ну, по фотографиям и копии. А адрес другого человека? Павла Афанасьевича вы сможете найти в консерватории. Я прошу вас, я очень прошу вас, вы Сержу ничем не говорите, потому что у моё сердце слабое, он просто не выдержит его. Ну что вы, Валентина Ивановна. Меньше всего я хотел бы стать причиной смерти Сергея Юрьевича. По счастью, это не моя роль. Валюша, хорошо? Да, вот, конечно. Валентина Ивановна, берегите Сергея Юрьевича. До свидания. Всего доброго. Валя, а вещи где? А? А, ну, товарищи разберутся. Я галстук тебя просила надеть. Ну, Валя, я... Валя. Чем же я могу помочь родному Муру, как вы говорите? Так, это ж как сказать, жена сотрудника твоя жена? Не мили чепуху. Ну, я имел в виду надёжная подруга. Совсем не может излагать мысли мне службы. Любочка, Алексей Михайловна может нас не так понять. Как тебе вообще можно понять, если ты блеешь, как овца? Тут дело такое. Нас пригласили на юбилей в Ригу. Ну, вы же понимаете, в универмаг за обновками не побежишь. Здесь нужны особые знакомства, особые связи. Ну, вы же меня понимаете, да? Вот вы о чём. В зале вы найдите всё, что мы можем вам предложить. В общем, в зале? Вы шутите? Нет? А что же, полагаете, что я свою лучшую модель здесь, в своём кабинете храню? Я из-под полы дефицитом не торгую. А я тебе говорила. Я тебе говорила. Только берёвка. Чеки он достать не может. Кристально честный трус. Жена-сослуживца? Видели мы таких жен-сослуживцев? Сыря вы так, Ансения Михайловна. А, между прочим, моя помощь вам в скором времени очень понадобится. А это в какой сфере? А в сфере супружеской жизни. Тихо на ваш. Шаш не прямо на служебном месте заводит. А если вы сигнальчик нам в партийную организацию пришлёте, то будьте спокойны. Мы отреагируем. И в стране это так не оставим. И в семью вернём. И пропесочим по полной. Так, чтобы другим не повадно было. Я в семейные дела государство не вмешиваю. А представителю парткома сплетничать не к лицу. Сочувствую вам, Ансения Михайловна. Калейдар, я тебя жду. Да, Любочка, да, Любочка, иду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КРИКИ Чем порадуете, Ной Ковчегович? Порадую ударом, тяжелым предметом. Предположительно, вот этим. Смерть наступила мгновенно. До этого, возможно, боролись. Горячие ребята, позвольте теперь я. Република Итальяна. Фауста Костелли с 43-го года, Милан. А хорошо б Ной Маркович, его б убила коза ностра. И нас с вами бы послали в командировку в Италию. Ай, Стасик, видел я эту Италию в международной панораме. А вот это феноменально. Мы с вами свидетели скачка во времени. Потому что сеньор Костелли уже шесть часов как должен плыть на легком катере в город Таллин. И он плыл бы, если бы не лежал здесь в столь плачевном виде. А давно иностранец прописался в этом номере? Да не было никакого иностранца. Вот, Суворин Александр Евгеньевич из Свердловска. Вчера зарегистрированы. Вот. А вы этого Суворина видели? Он как выглядит? Ну как? Молодой. Стриженный. Коротко стриженный. Вот как будто бы только что после армии. Во что он был одет? Что-нибудь с собой у него было в руках? А, брюки, рубашка и вот этот вот чемодан. Вот я еще подумала, одет вроде как так вот обыкновенно, невзрачно. А чемодан как будто из кино заграничного. А как пришел им турист, вы видели? Ну я не знаю, может быть только если мимо меня проскользнул. Стасик, а может фарцовщики? Не договорились о цене? Логично. Но не очень, ведь права дежурные. Чемодан заграничный. Такой вот в бережке не купишь. Стасик, вы что, часто бываете в бережке? Я как вы могли такое подумать? На каких шиши? Вот и я об этом. Какая-то получается нескладуха. Потому что с таким чемоданом должен идти сеньор Костелли. А не коротко стрижный, гражданин Суворин. Какая-то несостыковочка. Я сейчас. На паузу поставьте, я тоже не видела. Леш. Хотел тебе сюрприз делать. У тебя получилось. Давай быстрее. Прости, не ждала. Да, я вижу, что не ждала. Когда освободился? Чего не позвонил? Ну, хотел тебя обрадовать, что ли? Ну, проходи. Мы там Видик смотрим. Кассету в Париж купил. Видик? Кино из Парижа. А я вот из Мордовии. Из Сосновки вернулся. Картина неравный брак получается, что ли? Да. Могла бы, не знаю, открыточку написать. Я не понимаю, ты что, меня обвиняешь? Меня это не касается. Мой отец трижды тебя устраивал на работу, а ты потом снова... Леш, три года прошло, у меня уже другая жизнь. Да, я в твою жизнь не лезу, что ли? А если не лезешь, зачем вообще сюда приехал? Сгнил бы там свою Мордовию. В следующий раз, когда освободишься, позвони. Ну, прости, что не сгнил. Люблю я тебя, как выясняется. Я тебя ненавижу. Товарищи! Ну, кто-то же должен был подвозить этого итальянца. Нет, я не видел. Может, Слава знает? Слава, глянь! Оу! Я тут. Ну да, я подвозил. А что? Рассказывайте. Да он мне сразу странным показался. Прыгнул ко мне в салон и тычет в машину, которая впереди стояла. Мол, выезжай за ней. Ну, я смотрю, вроде фирмач. Что, я с ним спорить буду, что ли? Ну, и поехал за той машиной. И приехали в гостиницу турист. Да. А вы откуда знаете? Дедукция. Дальше что? Ну, что, машина остановилась. Угу. Из нее парень какой-то вышел с чемоданом. Угу. Ну, может, вот такого роста. Угу. Ну, стриженный. Лица я не видел. Угу. Ну, фирмач мне деньги сунул и за ним пошел. Я еще тогда подумал, шпион, что ли? А он что, правда шпион? Ха! Пиджак вельветовый. Франция. Туфли. Италия. Настоящие. Джинсы. USA. Рубашки две. Ну, что, пустой чемодан? Там в нем, если что-нибудь и было, то Суворин уже нашел. Не гонилось идей, Савельев. Ну, что, Ной Маркович, на совесть делают чемоданы империалисты, проклятые? Ха-ха. Да и ну, Стасик, какая совесть? Обман один. Да вы факир, Ной Маркович. Только не говорите мне, что там кролик. Да нет, судя по тактильным ощущениям, тут нечто более ценное, чем два-три килограмма генетического мяса. Ого! Опять драгоценность какая-то. Может, нам ватерейный билет купить, если нам так везет? Савельев слушает. Да. Когда? Как? А вы лично с ним разговаривали? Ясно. Спасибо. Станислав Саныч, это по поводу Суворина из Свердловской. Так вот, настоящий Суворин из города в последнее время не выезжал, а паспорт у него украли две недели назад в толкучке. Ну, понятно. Значит, работал профессионал. Только, судя по всему, он про эту штуку-то не знал, иначе чемодан бы не бросил. Так, значит, из одного дела у нас отпочковалось сразу два. Это убийство Костелли, и вот эта штучка. Это, Стасик, не штучка. Это историческим музеем попахивает. А можно я тогда убийством займусь? Это почему? Я ничего не понимаю в драгоценностях. Зато в убийствах ты корифей. Да, Ныма? Ладно, валяй. Составишь план оперативно-розыскных мероприятий завтра. А пока завтра не наступило, звони в исторические музеи, спрашивай, кто нас может проконсультировать. Ты почему на место происшествия позднее всех ебился? Сорока на хвосте принесла. Владимир Иванович, мы работали по делу Обнорского. Кстати, есть результат. Результат – это хорошо. Но мне и министр уже два раза звонил. Всех волнует убийство иностранца накануне Олимпиады. Сам понимаешь. Владимир Иванович, они там наверху вообще не думают, что мы полностью покончим с преступностью аккурат ко дню открытия Олимпиады. Полностью нет. Но процент снижать надо, и не взорвайся. Что там с иностранцем? Некий гражданин поселяется в гостиницу по паспорту под фамилией Суворина. Но паспорт, мы выяснили, краденый. Потом это лжец Суворин похищает чемодан. У итальянца Фауста Костыли. Итальянец выслеживает вора. И как итог, итальянец убит, а Суворин смылся. Почему Костыли не обратился в милицию? А вот здесь самый интересный, товарищ генерал. В чемодане Костыли обнаружено второе дно, а под ним ценный предмет в форме креста. Мы уже обратились в исторический музей, они пришлют консультанта. Выходит, Костыли знал, на что идет? Выходит, знал. И более того, у него был билет до Таллина. Я думаю, что он потом хотел уйти с ценным грузом за границу. Согласен. Похоже, у гражданина Костыли Рыльца тоже в пушку. Но ты-то все-таки учитывай политический момент. Куда от него денешься? Ох, достанется мне от Тихонова за эти прогулки. Уехать бы куда? А то я от этой конспирации уже так устала. А у нас есть... ведомственный санаторий в Сочи. Да, только туда никто ниже майора не ездит. А что же мы будем делать, пока тебе майора не дадут? А я и не собираюсь с этим тянуть. А пока поедем дикарем. Хорошо мне с тобой, Савельев. Спокойно. К чему бы это? Давай. Ты же отца своего хорошо знаешь? Помнишь, он друга своего инкассатора не сдал? Когда тот был под подозрением. Все факты были против него, а Тихонов его не сдал, помнишь? Ты чего кругами ходишь? Что-то случилось? Зачем ты приехал? Я тебя совсем не знаю, какой ты теперь стал. Вообще, на что ты надеешься? Катя, я тебе клянусь, я денег заработаю. Я тебе клянусь, на все хватит. На шмотки, на ресторан, на все, что хочешь. Так уж и заработаешь. Может, украдешь? Надо будет украду. Знаешь, мне кажется, мы через это все проходили уже. Телефон дай. Алло. Нет, нет, я уже сплю. Устала, да. Одна? Слушай, давай лучше завтра, ладно? Ну, давай, целую. Положи. Это кто, Катюша? Мне кажется, тебе пора уходить. Мне перекантоваться надо где-то пару дней. Помнишь родительскую дачу? Ключи в шкатулки. Вот, пожалуйста, посмотрите. Этого не может быть. Ну, как раз чаще всего и происходит то, что никак не может быть. А что, собственно, вы имеете в виду? Вы знаете, что это? Крест. А что? Это не просто крест, голубчик. Это очень редкая вещь. Это так называемый энкалпион. Своего рода ковчег. Крестообразной формы со встроенной частицей святых мощей. Его дарили при рукоположении епископов. А еще за такими вот ковчежцами охотились коллекционеры всех времен. Династии Шереметьевых принадлежал замок Вьюринга. Там было огромное собрание драгоценностей. Настоящие шедевры ювелирного искусства. Так вот, этот энкалпион как раз из той самой пропавшей коллекции. Через столько лет вы показываете мне вещь, считавшаяся навсегда и утерянной. Это сенсация. Настоящая сенсация. А вот этот тоже из коллекции Шереметьевых? Да. Это орден святого Андрея Первозванного, который один из Шереметьевых получил за крымскую компанию. Тогда я вам еще кое-что покажу. Так, так, ну-ка. Мм. Как странно. Это не настоящий орден. Копия? Это мы знаем. А еще что-нибудь можете сказать по этому поводу. Такую копию невозможно изготовить не в виде оригинала. Вот что странного. А. Похоже, где-то всплыла коллекция. И кто-то хочет ее сбыть. А мастер, получается, кое-что из этой коллекции видел. отрыв. Давай, 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 набирай. Сто метров направо, девяносто градусов. Игорек, Дай мне ломик и маслица. Гайка закисла. – Здрасьте. – Добрый день. – Кость. – Кость. – Соколов. – Опа. Здорового работника Мура. Говорю, дай тряпочку. А что это ты тут делаешь? – Соскучился. – По старому другу? – Соскучился. – Игорюк, найди маслица. Про Батона слышал? А чего я должен про него слышать? – Мы упустили его. – И что? – Не заходил? – Ко мне? Савельев, зачем? Ну, помог он нам один раз. Ну что ж, всю жизнь с ним нянчится. – Ты прямо отвечать будешь? – Нет. – А что он сделает? Буханку у бабушки отнял, а? – Ты чекиста-то такой, Савельев? – Если появится, попроси, чтоб позвонил. – Хорошо. – Только у меня ралли. – Потом уезжаю о работе в Амстердам. – Отец выбил место в торг-предстве. – Так что вряд ли мы с ним увидимся. – Игорюк, дай ключик. – На 13. – Так что вот такие дела у нас с вами, Кира. – Ну, а по поводу дополнительных занятий подойдете ко мне на следующей неделе. – А сейчас не стоит терять времени, Кира, репетировать, репетировать. – Павел Афанасьевич, предположим. – До свидания, Павел Афанасьевич. – До свидания. – Я следователь Тихонов, из МУРа. – Вы знакомы с Абнорской Валентиной Ивановной? – С Валентиной Ивановной что-то случилось? – Нет, с ней все в порядке. У меня к вам дело иного свойства. Вы дарили Валентине Ивановне ювелирные подарки? – Я не понимаю вашего вопроса, товарищ следователь. – Товарищ музыкант, я не из полиции нравов. – Я из уголовного розыска. – Ну, просто я не хотел бы ни с кем обсуждать свои отношения с этой женщиной. – Что вы, как гимназист, ваши Шуры-Муры не интересуют. – Шуры-Муры? Да что вы в этом понимаете, товарищ следователь Шуры-Муры? Вы что ж думаете, перед вами просто очередная пошлинка-интрижка, да? Экзольтированный музыкант влюбился в женщину немного старше себя, так? 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 Не случись с ее мужем инфаркт, мы давно бы были вместе. А что он? Он что-то знает о нас с Валей? Он… Ничего не узнает, если вы ответите на интересующие следствия вопросы. Среди похищенных в Абнурских вещей был вот этот орден. – Ну и что же, это простая бижутерия, просто подделка. – Это, как говорят эксперты, гениальная копия с пропавшего раритета. И мастер, который сделал это, должен был видеть оригинал – Валентина Ивановна в очень неприятной ситуации. – Хорошо. Пишите адрес ювелира, но только помните, что вы мне обещали, и он не узнает… – Адрес диктуйте. – А, да. – Адрес, адрес. – Слышала, что ты в море. Класс. Вообще никогда бы не подумала. Ну, рассказывай. Чего пришел? – Ты знаешь, что Батон освободился? – Значит, ты ко мне по службе? – Нет, не слышала. А что, должно? – То есть он к тебе не заходил? – Я ему не жену. И на свиданке к нему и в тюрьму не моталась. Было и прошло. Да, и не смотри так на меня. Я хуже, чем ты думаешь. – Впутался, Батон, в очень серьезное дело. Убить человека. Вся милиция на ногах. Если появится, передай, что я ищу его. Может быть, я смогу помочь. – Подожди. И когда он успел, ты же сказал, что он только освободился. – Кать, я говорить тебе больше не могу ничего, извини. – Когда надо было, ни ты, ни Костя ему не помогли. А сейчас ты решил протянуть ему руку помощи? Не поздновато? – Ты особо, Кать, не старайся. Я помню об этом. Передашь, чтоб позвонил. – Как получится. – Спасибо за чай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Яков Моисеевич, что же вы прячетесь? Кто вы такой? Я сейчас милицию вызову. Не надо милицию вызывать. Она уже здесь. Я майор Тихонов. Измура. Странная вещь. Когда что-то случается, все милицию зовут. А когда милиция приходит, за дверью прячетесь. Несправедливо. Мне что, вещи собирать? Слушайте, вы отчаянный оптимист, Яков Моисеевич. Нет. Черный воронок пока не стоит у вашего подъезда. Я хотел бы с вами откровенно побеседовать. Надеюсь, на благополучный исход. Электричество верните. Прошу. Благодарю. Стоять! Уголовный розыск. О, елки-палки, как вы меня напугали. Зато машина едет. Хорошо. Что же вы так? Яков Моисеевич, вот это ваша работа? Как приятно иметь дело с проницательным человеком. За такими вещами стоит темная история. Тут либо, либо. И вы все-таки в эту историю ввязались. Кто принес вам орден? Мужчина. Лет пятидесяти. Сказал, что меня порекомендовали. А вы что, ответили? Я когда увидел орден. Вы знаете, сорок лет мне тряслись руки. А тут задрожали. Такой дорогой. Дорогой это само собой. Работа сказочная. Как солнце в руках держал. Ну, солнце в руках держать не надо. Можно обжечься. И во сколько вы оценили целое состояние? И у кого же есть такое состояние? Ну, товарищи, ни у кого. Скорее у господ. Ну, значит, у фермачей. Вы так ему это и сказали. А он не спрашивал. Он не дал орден. Я его ценил. Он забрал и ушел. Яков Моисеевич. О. А копия? Скокий грешен. Сделал себе на память. Вы знаете, у меня на такие вещи поразительнее памяти. Верите? Верить жене и мы проверяем. И где теперь нам искать этого незнакомца, у которого оригинал? Вы скажите, я похож на самоубийцу? Ну, а теперь можете меня расстрелять. Я подумаю над вашим предложением, Яков Моисеевич. 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 СТУК В ДВЕРЬ Савельевке сказал? Какая разница? Правда, что ты человека убил. Кать! Суворович! Кать, да... Кать, да подожди! Да подожди, послушай! Оставься меня! Неужели эта девушка преступница какая-то? Я в своей жизни не видел преступника. Ну, разве что в кино. Тихо. Послушай, Кать, у меня вариантов других не было. Он тушил меня проводом. Сволочь, а потом ты явился ко мне? Не трогай меня! Трогай меня! Не выходи с никуда. Понял. Ты что, не понимаешь? Не понимаю. Я люблю тебя, дура. Лёха! Отпусти. О! Лёша! Служба! Лёша, это не я. Это не я его привела. Лёша! Лёша! Здорово! Давно не виделись. Саша! Иностранца ты убил! Иностранца? Ну, докажу это дело. Тебя поймают. Так, так, так. Я что предлагаю? Ты предлагаешь чего? Лёша! Подожди, Лёша. Я в Косподине что ли? Это была самозащита. Да? Лёша, послушай. Сань. Санька. Я это съел уже всё. Понимаешь? Я признаю вину Анинини с костью от срок. Сколько я за Костюку сидел? Я не прошу тебя брать на себя вину другого человека. Так, а что ты предлагаешь? Лёша, послушай. Убийство иностранца – это очень серьёзно. Я не знаю я! Саня, пускай меня. Лёша, не надо. Саша, подожди. Э-э-э. Саня, пойду. Саш, пусть он уйдёт. Лёха. Пусть он уйдёт. Отпусти его, Саша. Саша, пожалуйста. А ну стой! Отпусти его, пожалуйста, Саша. Папаль. Катя! Лёха! Стой! Держитесь. Это кровь. Держи. Папа! Держи. 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну, примерно так обстоят дела Спасибо, Валерий Васильевич Ваш прогноз? Жить будет, не волнуйтесь Спасибо Всего доброго Поздравляю, Савельев Допрыгался Станислав Саныч Я ведь хотел врасплох у дедушкина застать Он-то на даче один был Я думал Из-за тебя Человека ранили А если бы этот рецидивист дедушкин Его бы убил Ты вот об этом-то подумал Я понимаю А понимать, Савельев, надо вовремя А не опосля Понимает он Каким образом вообще комсомолец Савельев познакомился с рецидивистом дедушкиным? В детдоме Только он тогда не был рецидивистом А когда же он сел? Первый раз Нас По распределению Как особо одаренных Перевели в московскую школу Очевидно, вы особо одаренные Да у нас любой, кто более-менее учился Особо одаренным был Вот А тут на УПК Куда? Учебно-производственный комбинат Автодело А-а Вот мы попали в группу Кати и Кости Это дети-типработников У Костиного отца Новая Волга Ну? Ну и мы праздновали Получение прав Ну, выпили Поехали в ресторан Костю за руль Я на заднем сиденье спал Я только по рассказам знаю Мы человека спили Насмерть Ваш этот новый Друг Из семьи депоработников Попросил Батона взять вину на себя Ну не он сам А его отец Он Батону денег пообещал Ну и то, что его отмажут Отмазал? Три года дали И про деньги наврал А вот ты чего хотел Когда гнался за ним Сыскарь недоделанный Предупредить или арестовать Ну конечно арестовать, Станислав Саныч Я бы вам все равно рассказал Я собирался Ладно, Савельев Едем в контору Пишешь рапорт И я пытаюсь Упросить Шарапова Чтобы он тебя не сразу расстреливал А просто от дела От страны Учитывая твое безупречное Прошлое и врожденный идиотизм Это все ты Со своими фокусами А Савельев с тебя пример берет Развели плесень в отделе Товарищ генерал Я и так Савельева Как Сидорову козу Получается он преступника Покрывает из личных побуждений Он преступник Пытался задержать Да, немного по-дурацки Но пресечь-то хотел Пресек Но я в рапорте все равно напишу Что он действовал по моему приказу А то, что бандит Начал стрелять в таксиста Да твой Никто не застраховывает То, что берешь Ответственность от тебя Это правильно Савельева я на стороне Формально А так Пусть тебе помогает Слишком жирно ему в отпуске Сидит А по делу Савельева Будет назначено внутреннее расследование Лишь об я этого гимнаста В ближайшее время В муре не видел Слушаюсь Рич Стар Вы не один Ну, ну, что Один так перст Прошу, прошу Извините Ну Что стряслось, Яков Моисеевич Да, собственно, ничего особенного Просто ко мне сегодня Приходил один мужчина Из мура Интересовался орденом Ну, что вы ему рассказали Пока Ничего Ой, что Яков Моисеевич Так вы что, меня шантажируете, что ли? Разве Слушайте Давайте Не углубляться в терминологию Я просто Требую некоторой компенсации За свою Осведомленность Да-да Нет Нет Я иду на Петровку Между прочим Меня туда Приглашали И мне есть Что вспомнить А какова же цена Вашей Осведомленности Ну Угу Недорого Половину Стоимости ордена Тридцать тысяч Нет Ничего Так он еще не продан Надо искать покупателей Это же не батон Докторская За два двадцать На трех вокзалах Ну Знаете что, Алистерх По-моему, легче дойти до Петровки Чем с вами договориться Подождите Подождите Жду Здесь почти три тысячи Это пока Все, что есть Алистерх Дайте мне время До завтра Все-таки моя доброта Меня погубит Надо новый портфель Покупать Давно пора Вот эти До завтра Всего хорошего Всего доброго Дверку там прикройте Да-да-да 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 Ты его помогла, я же медикonto Чем порадуете, Ноймандович? Ну, чем вас порадуете? Многочисленные повреждения, предположительно, черепно-мозговая травма, внутренние кровотечения, многочисленные переломы, набор несовместимый с жизнью. Не получен он от столкновения с держащимся предметом, предположительно, автомобилем. Он следы шимлядны четко. Убийца развернулся и просто таки рванул за жертвой. Давно хотел вас спросить, Ноймандович, а почему у вас, у москвича, проскальзывают одесские интонации? Стасик, если в нашей жизни быть еще и евреем, лучше одесским их все любят. А московские они все деловые, много успешных, кто их может любить? Ноймандович, я люблю вас, как и висит, хоть какую-нибудь зацепку. Следы краски от столкновения устроят. Рекомендую искать бежевый автомобиль. С помятым крылом, возможно, капотом. Про Костелли слышали? Нет, а что с ним? Убит. Убили. Ну, возможно, хотели ограбить. А инкулпион? Как же так? А если милиция найдет? Подождите, или вы думаете, что это я? Ну что вы, Константин, я вам не прокурор. Сам под статьей хожу. К статье мне снова нужна ваша помощь. И чем же могу? Дело в том, что есть несколько вещичек вот из той же коллекции. Но покупатель-то нужен на все. Аристарх Евравич, дело-то непростое. Знаете, все мы работаем на износ. Как говорится, хочешь денег, умеешь вертеться. Я могу на вас рассчитывать, Константин? Да можете. Можете, Аристарх Евравич. Отца в посольство и знакомый коллекционер. Его может заинтересовать. Попробуй узнать. Очень хорошо. Отлично. Только надо это сделать как-то все побыстрее. Угу. Удачи, Константиновна, удачи. Вот не обращался к вам вчера или, может быть, сегодня. У него бежевые «Жигули», говорят, крыло помял. Так. Спасибо. А ты чего такой нервный, Костян? Вещички итальянца. Чемодан где? Чемодан Палео у меня, вы с ним взяли. Здесь все цены. Ой, ты кретин, батон. В чемодане дайник был. В какой дайник? А что там в тайничке-то? Штучка одна. Тысяч на двадцать. Ты ментам праздник устроил, а нам проблему. Понятно. Ну, надо как-то эту проблему тебе решать вместе, Константин. И что же вы предлагаете? А я предлагаю ломануть этого усадика вдвоем. Ты уже одного ломанул. А мне теперь расхлебывать. Значит так, батон. Тебе нужно на дно залечь. Пока все не выляжется. Как только все успокоится… Я сам знал. Я тебе слово даю. Слово даю, батон. Ты все расписал, смотри. Ты, получается, за границей ломанешься, да? А я тут по углам не так, что ли? Может, у меня планы какие-то на жизнь появятся? Да что, какие у тебя планы? Нам уже жениться хочу. Да ты что, на ком? На Катюхе, что ли? Да рот закрой свой. И не лезь сюда, понял? Короче так, или ты вписываешься в дела, или я его сам ломану. Адрес давай мне. Нет, батон, так у нас дела не делаются. Делаются. А-дрес. Барыги. Давай. Ну, будь здоров, Костян. А я ведь думала, что тебя уже потеряла. Константин Иван Жудесков и Валерия Лобановская. Ну, я ведь не потеряла же. Знаешь, когда я слышала фразу, что семья – это тяжелый труд, мне казалось, что ее говорит очень несчастный человек. А теперь я с ним полностью согласна. Что это, как ты думаешь? Ну, либо ты стал мудрый, либо несчастный. Ну, ты стал Ахматом. Тебя хочется погладить. Ну, если утюгом, то это называется пытка. Если нашим, то нет. Почему это? Потому что он холодный, не работает. Ну-ка, тащи его сюда. Давай-давай, тащи. И отвертку. Пожалуйста. Пожалуйста. Вспомним технику молодежи. Тихонов, ты мне изменяешь? Настя, единственная, с кем я постоянно тебе изменяю, это моя работа. Хорошо. Если б ты сказала «да», я бы не пережила. А то, кажется, я же пережил. Готово. Попробуем. Так. Пойду пробки посмотрю. Не надо. Почему? Тихонов. Ну, поцелуй меня. Это тебе. Спасибо. Леночка, как тебе спектакль? Пойдем еще? На этот же? Почему на этот же? На другой. Через неделю московский театр приезжает. Можно пойти. Какой московский? А я не помню. Ну, говорят, хороший. Ты так любишь театр, что готов ходить туда каждую неделю? Леночка, не театр. Саш, можно одну просьбу? Какую угодно. Не называй меня, пожалуйста, Леночкой. А то мне кажется, что ты общаешься с какой-то совсем другой девушкой. Ну, посмотри на меня. Ну, разве я похожа на Леночку? Я тебя чем-то обидел? Чем? Я с тобой даже поссориться не могу. Это почему-то особенно грустно. Ну, давай. Часовое место. Ну, давай. Часовое место. Хвастайся. Чего нашел? Вот капот помят. Личность владельца установил? Так точно. Сытников Аристарх Евграфович. Вот его окно. Это он, Станислав Александрович. Я вам точно говорю. Ты подожди. С гражданином надо сначала побеседовать. А может, сейчас? Савельев, знаешь, тебе когда в органах надо было служить? В тридцать седьмом. Ночью, в воронке, на допрос. А там лампой, светом, в глаза слепить. Нет уж, до утра придется подождать. А вот это уже интересно. Повезло тебе. До утра ждать не придется. Приветствую! Тут будут были City. И ох dead figur telafiddoer мужчины. idores, техники, эмоции хватит. Именно придумал. Пришли дорожатие, говорят ли о технике, Главный рейтинг! Стой! Стрелять буду! Стой! Стреляю на поражение! Стой! Леха! Упустил. Промахнулся. Второй раз? Сытников. Аристарх Евграфович. 1935 года рождения. Бухгалтер из мослесхоза, но известен как спекулянт. Происходит из старинного дворянского рода. Предположительно, застал грабителя. А может быть, это тот самый человек, который продал костыль энкалпион? Доказательств нет. Что скажете, Наймарыч? На труппе обнаружены многочисленные гематомы. Смерть наступила от удара тяжелым предметом по голове. Орудие убийства обнаружено в квартире. Отпечатки. На орудие убийства нет, но найден один, смазанный на брошю, в квартире убитого. Что там, пограбители почему не смогли взять? Не догнали, Владимир Иванович. Но личность установили. Это дедушкин по кришке Батон, который от советов избежал. В розыск объявили? Конечно. Что еще? В квартире Сытникова нами была изъята шкатулка. По ее местоположению было понятно, что ее обсташили в спешке. Я думаю, что вот в этой шкатулке как раз и хранилась часть драгоценностей из коллекции Шереметьевых. А Батон про это как-то пронюхал, ну и решил поживиться. Ты же понимаешь, что теперь дело не только в Костелли. Если этот клад уйдет за границу, мы с тобой уйдем в бессрочный отпуск. Да мне об этом каждый день эксперты из исторического музея говорят. Ну и правильно делают. Я в пятницу в министерство пойду, в доклад, чтобы до пятницы его нашли. Сегодня на что? Вторник. А, среда. Среда. У тебя сегодня и завтра. Действуй. Есть. Да не хочу никуда уезжать. Катя, одумайся. Там за границей, там совсем другая жизнь, ты же знаешь. Скажи, а тебе жена нужна, чтобы тебя за границей пустили? Дурочка. Я же люблю тебя, Катя. А, ха. На Батона своего долгожданного надеешься? Ну да, у него же ты такие планы, закачаешься. Давай я сама буду решать, ладно? Хорошо. Только я для начала тебе скажу кое-что. Чтоб ты глупо себе не наделала. А знаешь, почему я в ралли участвую? Причем здесь ралли? Я не понимаю. А я объясню почему. Вот есть гонки, обыкновенные гонки, кольцевые. На скорость, на мастерство. Вот я их называю по горизонтали. А есть ралли? На терпение, на смелость, на выносливость. По вертикали. Вот эти гонки по вертикали. Батон всегда проигрывает и будет проигрывать. А знаешь почему? Потому что у него терпение баловато. Рожден быть неудачником. У него это на лбу написано. Подумай и поймешь, что я прав. Катя. Я подумаю. Подслушиваешь? Это ты вот с этим человеком дошаришься змеи спиной. Леша, ты с ума сошел? Вы же друзья, пожалуйста. Друзья? Ну-ка. Катюшина, ты че, о чем ты? Мои друзья теперь ноги быстрые. А смелость подруга моя верная. И другого пути у меня нет. А вы же видите, вот это ваше духоте. Может до золотой свадьбы и дотянете. Если меня не встретите. Мы, да я, да мы с тобой. Оп! Оп! Опа! Нас не звучит ничто и никого. Чао! Катерина! Даже если мы расстаемся, Дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Навсегда. Даже если мы расстаемся, Дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Навсегда. Я не верю в то, что батон уберут человека. Так и запишите. Да у нас не допрос, протокол не ведем. Просто беседа. Почему не верите? Потому что хорошо его знаю. А что, собственно, вам от меня нужно? Товарищ Александр тоже приходил и спрошел, не видел ли я батона. Между прочим, я от Савельева узнал, что Леха в городе. Ну и неужели Леха, будучи в городе, с вами так и не связался? А зачем ему со мной связываться? У меня от него всегда были только одни неприятности. Да? А я думал, что все его неприятности с вас начались. А. Вы об этой аварии? Ну так вот. Это батон убедил меня взять машину отца. Это он сидел за рулем, когда мы сбили человека. А Савелий в этот момент спал, пьяный. А потом батон убедил его в том, что за рулем сидел я. Вот и все. Ну, значит, вы батона не видели и ничего не знаете. К сожалению, не знаю. Ну, Катя тоже так говорила. Пока мы батона чуть у нее дома не взяли. Он ночевал у Кати? Да, на даче. Ну, ты ж помнишь, у них там такая любовь была. Я не знаю, где батон. Ну, все равно спасибо. Если что-нибудь вспомните, адрес вы знаете. А что с лицом? Небольшая авария на тренировке. Не пристегнулся. Сочувствую. Ну, если перелома нет, то бодяга поможет. Подождите. Есть идея по поводу батона. Тетка у него в Москве жила, но давно переехала к дочери. Дом потом расселили. Ну, помнишь, мы еще бегали туда из школы, с уроков сбегали? Помню. Спасибо, Константин. Поехали. Отличные у нас с тобой итоги, Савельев. Четыре трупа и пропавшие драгоценности государственного значения. Что же делать? Хрен его знает. Что-то вы приумели, Старфик. Ной Маркович, не стойте в дверь, проходите уже. Мы тут не знаем ни хрена. Я кое-что нашел по вашему Сытникову. Читайте. Давайте своими словами. Моими словами? На трупе Сытникова обнаружены частицы машинного масла. Причем хорошего. Импортного. Я вначале не обратил внимания. Думаю, мало ли что. А сейчас, думаю, да и расскажу. Может быть, это важно. Да, может, он нам машину заправлял. Импортному. Где взял? По блату. Тем более, что он в таких кругах вращался. Станислав Александрович, вы… Стасик, вы что-то поняли? Я понял, Ной Маркович, что перед вами я в неоплатном долгу, а мы совили с собой два идиота. Как простой бухгалтер Сытников мог познакомиться с итальянцем Костелли? Как? Ну, ему нужен был кто-то там из клиентов или из знакомых, кто общается с фермачами. Машинное масло. Импортное. Ни о чем не говорит. Вы что? Что вы хотите сказать, что это Костя? Все это с самого начала про дело Костя. Сын дипломата. Общается с иностранцами. Сытников его подтянул, чтобы покупателей искать. А он, в свою очередь, подписал Батона, чтобы покупателей обуть. Но что-то у них пошло не так. И Батон убил Костели. Костя стал прикидывать варианты, как сразу избавиться от двух сообщников и забрать себе Шереметьевский и Цацкий. Одного убить, второго подставить. Будем брать твоего Костика. У него сегодня гонка. Когда они стартуют? А… Уже. На трассе можем догнать. Тихонов, Настя. Слушай, я горю, как бенгальский огонь. Что срочно? Плов. Я успею. Да буду, буду. Успею. Договорились. Все. Давай, 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 давай. Шестьдесят градусов налево. Есть. Отлично. Это лейтенант Савельев. Преследуем особо опасного преступника. Необходимо принять меры к задержанию водителя автомобиля марки ВАЗ-2106 белого цвета. Регистрационные знаки 2041 МОЖ. КОНЕЦ КОНЕЦ Там какой-то сумасшедший с нами гонится. Кость! КОНЕЦ КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Просекай сейчас мы пройдем. Я думаю, уголок-то срежем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прикрой! Стой! Стоять! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вылезай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я спортсмен соревнования. Не он. Костя где? Мы ехали. Он резко остановился, сказал, чтобы я продолжил гонку, а сам, как сумасшедший, выбежал в лес. Карта есть? Карта есть ваша? У меня есть карта. Давай! Вот. Покажи. Покажи, где он вышел. Ну, здесь мы ехали, вот тут он вышел. Значит, вот Петька мы, а вот белая. Если он пошел через просеку, то единственный шанс унести ноги, это... Автобусная станция? Автобусная станция. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит, оружие на изготовку и почесал через просеку. Да, если увидишь своего друга, стреляй в воздух и гони его к нам. Есть. Да, Савельев. Ты это, осторожнее, зря на него не лезь. Есть. Есть. Я его взял. Станислав Александрович, взял. Смотри-ка, взял. Подводи. Спасибо, товарищи. А вот это тебя Савельев так отделал. Молодец, Савельев. Моя школа. Слушайте, что вы делаете? Мне в больницу надо. В больницу, Константин, надо заслужить. Где драгоценности? Понятия не имею. Вы все равно ничего не докажете. Докажем и посадим. И будешь ты сидеть. Потому что теперь некому за тебя в тюрьму идти. Остался ты, Костя, без прикрытия. Савельев, ты обыскал этого спринтера? Ничего. Константин, не усугубляйте. Где их драгоценности? А вот не знаю. И что теперь будем делать? Добрый день. Екатерина? Да, это я. А вы кто? Я Станислав Александрович Тихонов. Следователь московского уголовного розыска. Что случилось? Случилось. Костя пытался перевезти через границу старинные драгоценности, которые ему не принадлежат. И следствию очень нужна ваша помощь. Скажите, Катя, он вам передавал какие-нибудь вещи, которые вы должны были перевозить через границу? Простите, я могу вам не отвечать? Ну, конечно, это же не допрос. Тогда я не буду. Жаль-то. Потому что именно ваш жених втянул батона в новое уголовное дело. И если бы не Костя, то батон был бы жив. Лёши дедушкина больше нет. Скажите, вы на чём хотели пересекать границу? На машину. На этой. Можно я её смотрю? Это ваши вещи. А почему запаска без дисков? Ну, я не знаю. Костя сам этим занимался. Костя. Вот ведь, Катя, не каждый день увидишь колец у графа Шереметьева. Костя. Леночка? А, прости. Лена, Елена, Лёля, как тебе больше нравится? Мне больше нравится лейтенант Лаврова. Хорошо. Лейтенант Лаврова, извольте шампанского. Ну, теперь так? Не так. Что не так? Что не так? Да всё не так, Саш. Ты знаешь, мне тоже осточертил этот театр. Лен. Саш, мне нужно сказать тебе очень важное. Я должен сказать тебе что-то очень важное. Ты, видимо, всё решила. Я тоже всё решил. Лена. Я сегодня написала рапорт. С просьбой о переводе в Москву. Как в Москву? А как же мы будем? Ты в Москве, а я в Ленинграде? Мы, Саш, не будем никак. Я позвала тебя попрощаться. Ты прости, я пыталась. Ты совершаешь ошибку. Самую большую ошибку в твоей жизни. Тебя никто не будет так любить, Лена. Саша, это ты чуть не совершил самую большую ошибку в своей жизни. Арина, послушай меня. Посмотри мне в глаза. Ну зачем тебе девушка, которая даже не может тебя поцеловать? Настасья, встречай героя. Мужа своего. Давай! Давай вперёд. Давай! Давай, давай! Берёд! Продолжение следует... 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 Ну, а что там по сто сорок шестой? Плохо все по сто сорок шестой. Мы вчера ограбление совершили. И свидетели есть? Только потерпевшие. Товарищ Собулько, посмотрите, пожалуйста, внимательно настоящих перед вами мужчин, несли среди них того самого, который был у вас прошлой ночью. Субтитры сделал DimaTorzok. Я еще раз посмотрю, внимательнее. Да нет, Тихонового этого здесь нет. Товарищ Собулько, не торопитесь. Вы уверены? Напоминаю вам об ответственности за дачу ложных показаний. Да нет же. Ну, тот здоровый пугай был. А этих я сам одной левой... Ну, вот и хорошо, Иван Демьянович. Можете пока быть свободны. Подождите в коридоре. Я всегда говорил, что рано или поздно одна поганая овца начнет гнить с головы. Рыба гниет с головы. Овца стадо портит. Ну, так что, товарищи, будем делать? У нас, так сказать, классический разгон. Преступники в форме сотрудников милиции с настоящим удостоверением грабят советских граждан. Хорошо, хоть участие мавора Тихонова в этом пока не подтверждается. Товарищ генерал, а пьяный дебош, который Тихонов захотел непосредственно при должностных лицах? Да не пил я. Ну, неужели это ему сойдет с рук? Товарищ генерал, я предлагаю... Я сам разберусь со своими сотрудниками, товарищ подполковник. Значит так. Приказываю объединить в единое производство служебное расследование по поводу действий майора Тихонова. И главное дело разгонщиков. Старшим следственной группы назначаю лейтенанта Савельеву. Я полностью поддерживаю вашу инициативу, товарищ генерал. Мы спасены. Лейтенант Савельев. Задача понятна? Так точно, товарищ генерал. Ну, раз так точно, значит все свободны. Кроме Тихонова. Товарищ генерал, ну я правда ничего не помню. Плохо. Плохо, что не помнишь. Я слишком долго тебя защищал, все твои выходки, все твои амуры, шуры-муры. Ведь я всегда тебя прикрывал. Ведь прикрывал? Прикрывали. А теперь не хочу. Не могу. Не буду. Я, как говорится, тебя породил, я тебя и... Значит так, майор Тихонов. Утеря табельного оружия раз, удостоверение адова, да еще при таких вопиющих обстоятельствах, это несмываемый позор не только для вас, но и для всего Мура. Вам объявляется неполное служебное соответствие, и я прикажу подготовить приказ о вашем увольнении из органов. Все. Об увольнении? Ты что, не понял? Об увольнении я тебя Тихонов лично в заше отсюда выкину. А если я найду разгонщиков и верну корочку и пистолет? Ты мне еще условия ставишь? А ну пошел он. Пошел он! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Увольняй. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА Меньше пил? Вы че, сговорились все сегодня? Я не пил. Кажется. Но мы сидели с мужиками на стадионе. И как отрезало. Голова трещит. Как будто кирпич в ней попал. Ты минералочки выпей. Может, полегчает. Минералочки. Огромное вам спасибо, товарищ лейтенант Лаврова. Вы спасли мою жизнь и репутацию. Минералочка, конечно. Мы же с этим козлом на стадионе-то. Минералочку и пилю. Потом договорим. Минералочку. КОНЕЦ Никому от него житья нет, от вашего Тихонова. Что же он дебошир? Хуже узурпатор он, вот что. Гошку, соседа моего, помял за то, что он просто с бабой своей разговаривал. Ну, учил ее, понимаешь? А премеша моего вообще в тюрьму засадил. В тюрьму? Это за что же? Да ни за что. В сортире кандомы иностранные комсомольцам продавал. За что, спрашивается, сажать? Сволочь он ваш Тихонов, понятно? Понимаю ваши чувства. Скажите, а теперь ваш племянник где? Увидеть его можно? Деньгу заколачивает. В каботе с дружгами лобаю. Подержите, пожалуйста. Адресок. Можно? Есть кто дома. Есть кто дома. Пейзаж пустынный, лунный. Пейзаж пустынный. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Настя. Я тут пришёл домой, а тут нет никого. Боишься, что я ушла после твоих вчерашних выступлений? А, то есть выступления вчера всё-таки были. Слушай, Настюш, тут такая фигня, я не помню ничего. Как удобно, да, Тихонов? Скажи спасибо, что мне сейчас не до тебя. Спасибо. А почему тебе не до меня? И где моя дочь? Слушай, я её вчера не выгнал вообще? Нет, её дома не было. Так что ты её не выгнал. То есть она по ночам шляется всё-таки? Знаю я, кто тут тапочки мои примеряет. Какие тапочки, Стас? Прости, пожалуйста, мне сейчас некогда. У меня куча дел. Настя, а хочешь, я тебе ужин сделаю? А Галку я ремнём. На... Савельев. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гражданин Чебаков! Да? Московский уголовный розыск. Лейтенант Савельев. Поговорить можно, ядне? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Курим, ребят! Товарищ лейтенант, перед вами человек не злой. Совершенно безвредный. Как бабочка-махаон. Я не знаю, что это ваш Тихонов на меня взъелся. Но я ему даже благодарен. Это как? Ну как, я на зоне самодеятельности участвовал. На гитаре научился играть. Теперь зарабатываю. Джинсы, кроссовки. С деньгами полный порядок. Потом я любимую женщину тут встретил. Жаль, что он себя так не бережет. Закладывает. То есть? Закладывает. Ну уж прямо-таки закладывает. Да. Красные глаза, запашок. И самое главное, ненавидеть тех, кто больше у него зарабатывает. Кто крутиться умеет, понимаешь? Подождите. У него жена хорошо зарабатывает. Не жена. Она может сказать знаменитость. А он обыкновенный милиционер. Вот где драматургия-то, понимаешь? А чего ты меня спрашиваешь? Просто проверка. Чуть не забыл, вы вчера вечером где были? Здесь. Весь вечер играл. На машину зарабатываю. Спасибо. Что там? Откройте милицию. Что там? Московский уголовный розыск. Майор Тихонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы один, Ромазанов? Да, один. А что? Замечательно. У нас имеется постановление на обыск вашей квартиры. Товарищ, как это? А вот так. Ну, если вы выдадите все нажитое нечестным путем добровольно, это вам зачтется. Да у меня нет ничего нечестно нажитого. Я законопослушный советский гражданин. Ах! Ах! Добуржоваться! Ах! Ах! Добуржоваться! Ах! Я войдет в следственную группу Савельева. Садись. Ну что, продолжим совещание. Савельев, докладывайте, что по служебной проверке. В ходе служебной проверки мною были опрошены соседи майора Тихонова. Есть некоторые жалобы, но ничего существенного. Какие жалобы? Что за жалобы? Самоуправство. Товарищ генерал, если милиционер хороший, его обычно никто не любит. Товарищ лейтенант, с вашим мнением мы ознакомимся позднее. Подробнее, Савельев, подробнее. Соседка Евдокия Алексашина и ее племянник, гражданин Чебаков, утверждают, что неоднократно видели товарища Тихонова пьяным. Говорят, что в таком состоянии он становится совершенно неуправляемым. Также Чебаков утверждает, что Тихонов с неприязнью относится к преуспевающим людям. Но я бы не верил словам Чебакова. Дело в том, что Станислав Саныч когда-то посадил его в тюрьму. Что еще? Больше ничего, товарищ генерал. Садись. Из вышесказанного следует, что… Разрешите, товарищ генерал. Прошу прощения, это очень строчно. Выяснилась очень любопытная вещь. Мы изучили пробку, которую передал нам майор Тихонов. И обнаружили сильнейший транквилизатор. Это же вещество обнаружили в крови майора Тихонова. Вчера брали образец. Нашего майора угостили лошадиной дозы этого транквилизатора. Фактически отравили. Отсюда неадекватное поведение, потеря памяти. А я всегда, Станислав Саныч, уверил. Ну, Амарович, а что это за тран… Транквилизатор. В аптеке его можно купить? Исключено. Формула фракции, выделенной из пробки, раз в шесть больше и серьезней, чем все известные науке вещества. Это что же, вещество изобрели специально, чтобы Тихонова травануть? Не знаю, не знаю. Надо консультироваться со специалистами. В ней неврология есть, в Анафидина. Лаврова, навестите этого светилу науке. Выясните, откуда взялся этот тран… Транквилизатор. Савельев. Нужно установить связь между Ромазановым и Цибулько. Товарищ генерал, разрешите подключиться к расследованию? Не разрешаю. Тихонов, вы отстранены. Я к Ромазанову. Ну, я тоже. Координация еще нарушена, но вы можете с ним поговорить. Станислав Александрович, разговаривать буду я. Здравствуйте. Меня зовут Александр Савельев. Я из Мура. Веду ваше дело. По словам соседей, вас обнаружили в подъезде при попытке выпрыгнуть из окна в три часа ночи. Почему? Да вы что, я высоты боюсь. Я даже на самолете никогда не летаю. Так, если очень нужен на поезде, а вы говорите в окне. То есть, что произошло, вы не помните? А лица грабителей? Не помню. Помню звонок. Помню удостоверение. Помню ничего не помню. Станислав Александрович, пожалуйста, не ходите за моей спиной. Ну, хорошо. А что именно вынесли из вашей квартиры? Серьги жены и кольцо обручальное. Рамазанов, вас послушать, так у вас здесь не ограбление было, а мелкое хулиганство. Что с нас? Я думаю, что пропало у вас гораздо больше. Вы же проходили с свидетелем пару лет назад по делу о циховиках? Хищения в особо крупных, как свидетель. Не помню ничего. Если вам интересно, у него след от укола на шее. Рамазанов. Станислав Александрович, вы нечестно поступили. Опрос должен был я вести. Я тебе честно дал шанс. Надо было наступать, а ты топтался на месте. Вы думаете, у него в крови найдут то же вещество, которым вас травили? Ну, это версия, Савельев. Ну, какие дальнейшие планы у главы следственной группы? Нужно искать связь между Рамазановым и Цыбулько. Савельев, ты можешь взглянуть на вещи шире? Связь может быть непрямая, они вообще могут быть незнакомы. Как? Ну, они должны где-то пересекаться. Ну, например, мы с тобой незнакомы, ходим в один и тот же ресторан к одной и той же официантке. Она нас знает, а мы с тобой друг друга не знаем. Так я у нас в столовке питаюсь. Да, все-таки мы с ними должны были где-то пересекаться, ведь именно с меня начались грабежи. Деньг у меня не было, зато оружие и удостоверение. А у Рамазанова с Цыбулько были деньги. Ну, и кто, и что. Нас связывает чего-то. Я понял. Нужно еще раз подробно допросить Рамазанова, где бывает и чем интересуется. Кого? Молодец. Слышала, вещества не хватает. Много? Немного. Может, просто в отвал пошло, но досталось всем. Панафидин. Болтаете? Работать идите. Знаете же, что не любит Александр Николаевич? Так, вы кто? Девушка, успокойтесь. Я из МУРа к товарищу Панафидину. Во-первых, не девушка, а младший научный сотрудник. Во-вторых, предъявите удостоверение. А вот его-то как раз у меня нет. Ну, прекрасно. Вызывайте милицию! Резат, что здесь происходит? Это майор Тихонов, следователь по особо важным делам. Здравствуйте. Очень приятно. Ну что ж, проходите. Это вещество мне удалось получить только месяц назад. А вот откуда оно у вас, я понятия не имею. Не волнуйтесь, профессор, выясню. А что это за вещество? Это лекарство. Мы назвали его метапроптизол. Оно воздействует на лимбическую систему головного мозга, на ту, которая отвечает за рождение человеческих эмоций. Послушайте, профессор очень занят. У него нет времени читать вам лекции. Мы тоже с товарищем майором не развлекаться сюда пришли. Простите, Александр Николаевич, вы не могли бы немного подробнее рассказать? Ну, как бы попроще. Метапроптизол, это лекарство, оно может снять нервные, нервные перегрузки. Скажем, страх, испуг, подавленность. А в некоторых случаях при определенной дозировке возникает как бы побочный, странный эффект. Она действует как шевротка правды. Да, возьмите ваше заключение. Вы что, много получено вещества? 44 грамма. А его не могли, ну скажем, украсть? Ну, хватит, как вам не стыдно? Профессор, объясните, почему у вас не хватает вещества? Вот, общее количество препарата. Часть продукта мы разложили на составляющие, нас интересовала обратная динамика. Часть отдали для биохимических опытов. Ну, а тут не хватает, я думаю, пять граммов. А где вы храните вещества? Здесь, в сейфе. А ключ? Ключ у меня. Правда, во время работы, я думаю, каждый мог. Каждому в этой лаборатории мы доверяем. Так уж и каждому. Доверяй, но проверяй. Как говорится, список сотрудников мы возьмем в отделе кадров. Да, очень хочется спросить, тот человек, который был отравлен метапроптизолом, он жив? Жить буду. Но что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Я навела справки на этого Панафидина. Двенадцатого года рождения закончил химический факультет МГУ. Директор лаборатории, доктор наук, профессор. Всю жизнь посвятил этому метапроптизолу. Работал над ним вместе со своим учителем, академиком Благолеповым. Академика репрессировали в 1953 году вместе с женой, как фигуранта по делу врачей. После его смерти Панафидин забрал себе их малолетнюю дочь и воспитал как своего ребенка. То есть, как я понимаю, младшего научного сотрудника, Елизавету Благолепову? А с его коллегами ты общалась? Представилась с журналисткой. Они говорят, что для Панафидина это открытие было чем-то вроде последнего шанса. Его уже на пенсию хотели отправить. А тут вдруг удалось синтезировать вещество, и теперь он вроде неприкосновенным. А это? Уже мотив. Если ему так нужно было метапроптизол синтезировать, он вполне мог пойти на что угодно. Может, он решил неофициальные опыты провести на ком-то. Слушай, а почему ты так скоропостижно вернулся из Ленинграда? Не сошлись характерами с женихом? Мы это уже обсуждали позавчера. А что еще было позавчера, лейтенант Лаврова? Ничего. Тихонов. Елена Владимировна. Машина подана. Спасибо, я на метро. И brothа. Горб! 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 Идите! Ух! Горб! Горб! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Значит, правда, на работе пропадаешь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Неожиданный поворот. Ты сегодня меня ревнуешь? А вчера собирался из дома уходить. Уходил? Куда не сказал? Почему же сказал? К любимой женщине. Вероятно, в погонах. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А ты? А я сказала, что ты в таком случае можешь идти на все четыре стороны. И что я? А ты пошел. Настя, я провел ночь в обезьяннике, и при этом ничего не пил. Веришь? Конечно. И кто бы на моем месте не поверил. Послушай, Настя, ну, действительно, меня отравили. Подсыпли какую-то дрянь, после которой человек не понимает, что несет. Экспертиза подтвердила. Экспертиза подтвердила тебе, кого ты любишь, на самом деле. Чтобы уж зря не мучиться. Ни тебе, ни мне. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я люблю свою семью. Все остальное не важно. Вот. Ты любишь свою семью. А я люблю тебя. Чувствуешь разницу? Да ладно. Прости, я сама во всем виновата. Тем более, все навалилось тут. Ну, у тебя неприятности на работе? Мне нужно с собой разобраться сначала. Потом как-нибудь... ...расскажу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эй, молодой человек, порадуешь жену цветочками? Жену? Ну, не жене. Другой возьми, другую порадуешь. Ну, а хочешь, два возьми? Обеих сразу порадуешь. Веселая женщина. Почем красота? Недорого беру. Пятьдесят копеек. Ну, где ж недорого? Не дешево. Ну, возьми два, дешевле отдам. И все довольны будут. Два нельзя. Четное число. И потом у меня только сорок восемь копеек. Ну, ладно, давай сорок восемь. Подаришь той, которая ближе живет. Спасибо. На здоровье. Леха, куда кудрить дел? Я ж скульптор. Отсек лишнее. И что запил? Ротибор запил. А я так, отмечаю. Я на службе не употребляю. Ротибор заказ завалил. И пионерка перед казнью ко мне вернулась. Значит, она твоя женщина. Настрой философический. Как семья? Понятно. Знаешь, Стас, как говорил твой друг Джакома Казанова, две женщины – это очень опасно. Женщин должно быть либо больше, либо меньше. И не поддавайся зову плоти. Следуй разуму. Ибо сказано – сон разума порождает чудовище. А что порождает? Зов плоти – там не сказано? Детишек. Я чего здесь? Теперь все время буду стоять? Нет. Тебя сейчас в парк культуры отвезут. Ну, там же слово на нем неприлично напишут. Не, на Петровке все-таки спокойнее было. Да что там, что там, голуби загадят. Ладно, пока. Спи спокойно, Джакома Казанова. Стас, отсекай лишнее. Я вспомнил. Что ты вспомнил? Я вспомнил, что был вчера. Я сделал тебе предложение. Но для этого я нарвал цветов у памятника. Зачем ты сейчас пришел? Извините. За что? За это дурацкое предложение. Я надеюсь, больше ничего ужасного я не натворил. Извинения приняты. Вам пора, майор Тихонов. Куда? Домой. К жене и дочери. Ну что, в кино пойдем? Пойдем. Саш, ты с отцом поговоришь? А надо? Надо. Поговорю. Завтра поговоришь? Завтра и поговорю. Ну, кто там? Гражданин Понтяга, откройте милиция. Это какая-то ошибка и недоразумение. Я милицию не вызывал. У нас постановление на обыск. Чтобы проводить обыск, нужно иметь понятых. Я не вижу понятых. Соломон Иванович, ну что же, вы от нас бегаете-то в самом деле. Вот дверь пришлось ломать. Да кто вы такой? Майор Тихонов. Угрозыск. Постановление на обыск. Будьте любезны. Ознакомьтесь. Я не понял. Какой обыск? Зачем? Я ничего не понимаю. А тут и нечего понимать. Вы директор ресторана Понтяга? Да. И вдруг такая невинность. Вот скажите, неужели вот это все нажито на вашу обыкновенную социалистическую зарплату простого директора советского ресторана? Товарищ майор, на свою зарплату я не жалуюсь. Обыск у вас должны быть понятые. Без понятых вы не имеете права. Ты права начнешь качать, законник? Ты милиция! Не подходи, ударю! Вали отсюда! Вали отсюда! Вали отсюда! Валерий! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Порошок, которым тебя глушанули, хранит только у себя один фраер. Ищи в башне с котлами. Котельническая набережная, 1-дробь-15. Так это же адрес Панафидина. Товарищ следователь, это какой-то нонсенс. Александр Николаевич, что здесь происходит? Лиза, ты можешь себе представить, в чем меня обвиняют? В том, что я сам у себя похитил метапраптизот. Александр Николаевич, вас никто пока ни в чем не обвиняет, но проверить информацию мы обязаны. Вы знаете, это уже переходят всяческие границы. Прекратите вы оскорблять заслуженного профессора, пожилого человека. Я буду жаловаться вашему начальству. Александр Николаевич, вы же пока неофициально, без понятых. Нужно ваше согласие. Да делайте, что хотите. Только, пожалуйста, побыстрее. Мне нужно в лабораторию. Минуты три. Простите, а как выглядит метапраптизол? Ну, ваш майор, наверное, это лучше знает. Что бы вы так настоящих преступников ловили? Тише, 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 Лиза. Они созданы для того, чтобы исполнять чужую волю и бояться до смерти, бояться своего начальства. Нет, вы ошибаетесь. Начальство бояться. Мне уже поздно. А я, вы знаете, очень даже часто боялся в детстве хулиганов, в юности очень красивых женщин, а в пятидесятые годы ваших коллег. Только сейчас я ничего не боюсь, потому что у меня есть метапраптизол. А вы действительно думаете, Александр Николаевич, что какое-то лекарство избавит человека от страха? Его эффективность доказана. Ищите и обрящите. Вас. Пузырек. Ну, пузырек мы конфискуем, отправим его на экспертизу. Вас, Александр Николаевич, мы задерживать из уважения к вашим прошлым заслугам не станем. Вряд ли вы в бега пуститесь. А вам, Езет Михайловна, я бы советовал собрать ему чемоданчик на всякий случай. Вы идете, Елена Владимировна? Станислав Александрович, а мы задержимся, если вы не против. Задержитесь. Саша! О, Галка! А ты чего здесь? Отцу рассказал? Боишься? Или не хочешь? Да ничего я не боюсь. Работа сейчас сложная, времени нет. Будет, я скажу обязательно. Обещаю. Ну, слушай, ну что, в средневековье, что ли, в каком-то живем? Почему я должен ходить объяснять Тихонову, еще кому-то, кого я люблю, кого я не люблю? Ну хочешь, давай поженимся. Это что, шутка такая? Нет, почему? Я серьезно, давай поженимся. Это же наше личное дело, это наша личная жизнь, мы имеем на нее право. Ходил в ЗАГС, я все узнал. Да, мы можем просто прийти и тихонько расписаться. Ну, то есть как, без церемоний, понимаешь, да? Какой же ты гад, Савельев. Кто же так предложение делает? Нет, если ты хочешь большую свадьбу, ну да, ну, там с голубями, с платьями. Отцу расскажешь? Вместе расскажем. Сам расскажешь? Сам расскажу. Я согласна. Так, все, сидите. Я в аптеку за успокоительным. Я быстро. Я быстро. Лиза мне как дочь. А это? Это мой друг и учитель, профессор Благолепов. Там рядом я и Лизонька. Ой, ужасное было время. Людей расстреливали целыми семьями. А Благолепов он, он был острый на язык и резок. Власть ругал? Ну что вы, милая, это вы сейчас со своими сверстниками на кухне власть ругаете. А тогда стоило сказать одно лишнее слово и его расстреляли вместе с женой. Лизу я взял к себе. Какой он был ученый. Великолепный ученый. А вы удивительно не похожи с этим вашим Тихоновым. Я не знаю, чего он от меня хочет. Лично от вас ничего. Просто ему нужно раскрыть преступление. Любой ценой? Нет, не любой. Он никогда не позволит осудить невиновного. Хотелось бы вам верить. А я, знаете, снова боюсь. Метапроптизол мечта человечества. Он избавит человека от страха. который делает его жалким, мерзким, слабым. Ну, наконец-то! Нет, вы слышите, орёт и орёт, а? Орёт и орёт. Спать просто невозможно. Грозлана Копачкалина. Да. Екатерина Семёновна. Да. Московский уголовный розыск. Майор Тихонов. Да мне всё равно. Вы, главное, их утихомирьте, а? А то, может, у меня романтическое свидание намечается. А у них целый вечер музыка орёт. И нет, чтобы Алла Пугачёва или Дед Пьеха. Так вот, слышите, да? Иностранщина-то какая-то, а? О, слышите? Подождите. Пачкалина. Вы что, милицию вызвали? Ну да. А вы что, не по вызову пришли? Или вы меня арестовывать пришли, а? Что-то я не понял. Она кого вызвала? А что тут понимать-то? Оттасменты погну валим. Ах! 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 А вы, значит, этих молодчиков видели впервые? Впервые. Я же думала, это по вызову приехали. Понятно. Скажите, а как они могли догадаться, что у вас есть чем поживиться? Слушайте, во-первых, поживиться у меня, как вы выразились, у меня нечем. А во-вторых, я же работник торговли. Я постоянно с людьми общаюсь. Меня многие знают. А может быть, у вас какая-нибудь необычная встреча была? Может, кто-нибудь задавал вам вопросов какие-нибудь? Интересовался чем-то? Да нет. Хотя... Ну, познакомился тут с молодым человеком музыкант. Где познакомились? Как его зовут? В ресторане это было, в Лотосе. Ну, выпила, расслабилась. Тут он подсел. Все расспрашивал, расспрашивал. Петя. Или Борий. Чебаков, музыкант. Точно. Он самый. Савельев, прогресс налицо. Вот не пнешь тебя, ты и не полетишь. Не зря я тебя пинаю. Наверное, не зря. О! Мальчики, чайник. Кофе, чай. Кофе хороший, растворимый, импортный. Нет, спасибо. Воды можно? Минералочки. Станислав Саныч, я как раз хотел вам сказать, спросить. Что ты мямлишь? Сказать, спросить. Это ты с моей дочерью по ночам стоишься? Нет. Нет? Другого себе нашла какого-то? Ну, я этому, Ромео, рогата, обломаю. Спасибо. И еще один вопросик, гражданка Пачкалина. Так. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Посмотреть. Да. Прямо сейчас. Станислав Александрович! Станислав Александрович, есть. Ну, рассказывай, что там у тебя есть. Я позвонил всех потерпевших. Искал связь. Связь между ними, и между ними и Чебакова. Ну, и судя по твоей довольной роже, нашел. Так точно. Смотрите. Цибулька. Отмечал в ресторане «Лотос» юбилей. Ну, там не совсем юбилей. Он отмечал годовщину своей работы на должности завскладом. Далее Рамазанов. Тот вообще обожает там ужинать, и все свои дела проворачивает именно в «Лотосе». А понтяга, оказывается, дружится к директорам. Они вместе на рыбалку ездят. Ну, и, конечно, они от хорошего застолья тоже не отказываются. Так вот, Чебаков в этом самом «Лотосе» каждый вечер лопает. Вот вам и связь. То есть они сошлись, как лед и плавень. Молодец, Павельев. А что с машиной, Станислав Александрович? Зеленый москвич принадлежит Евдокии Алексашиной. Тете Чебакова. Гаишники его только что засекли на котельнической у дома пана Фидина. Беги к генералу и проси разрешения на задержание этого лабуха. И будешь тогда совсем молодец. Есть. Ура! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не глупи, Чебаков, и так наворотил, дальше некуда. Руки вверх! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Метапраптизол. Руки за голову. Он еще жив. Увести. Пошел. Скорая. Чебаков, отопираться бессмысленно. Где подельники? Никаких подельников у меня нет. Профессора убивать не хотел. Грабануть только. Шприц взял со стола. Что в нем, я не знаю. Вы свою машину засветили на всех разгонах. А потом на ней же к Панафидину приехали. Вот вас пост ГАИ засек. Так что обвиняем мы вас в целой серии грабежей, в покушении на убийство и в убийстве. Борь, ты дурак. Тебе вышка светит. И пойдешь ты организатором преступной шайки. Это тебе не контрацептивами в туалете торговать. Савельев, зови конвойного. Что мне будет, если я все расскажу? Явка с повинной. Суд учтет. Они сейчас на деле. У директора рыболов спортсмена Липкина. Сейчас? Да. Адрес? Фестивальная 40. Простите, но вообще-то это мой жених. Извините, я ошиблась. Ошиблась она. Ну, мы с ним сидели вместе. А когда откинулись, он ко мне заявился и попросил подсобить там в одном деле. Ну, я-то, конечно, отказывался. Ну, он заставил. Как заставил? Иголки под ногти шесть засовывал? Да. И еще, сказал, утюгом горячим по животу погладил. И еще паяльником грозил воткнуть. Ну, я, так сказать, и пошел снова по скользкой дорожке, как говорится. Конечно, ты у нас главная жертва, а Чебаков из чадия ада. Начальник, вот так все и есть. И в протокол это и занесите. Следующего с этим все. Была бы моя воля, я бы тебя без суда и следствия. Ты же не просто пистолет у меня украл. Ты руку у меня украл правую. На тебе развой, убийство и организация. Так это же с какого места я организатор. Я вообще не при делах. А кто же при делах? Ну, я Синпень. Чиба. А на стадионе-то зачем вы меня траванули? При всей честной милиции. Так это опять же Чиба. Зуб же у него на тебя, начальник. Говорит, хотел над вами мусорами позубоскалить. КВНчики хреновы. Тихонов. Это лейтенант Лаврова. Я нашла кое-что интересное в архиве. Встретимся у Панафидина. Ну, жди меня, я примчусь. Ну, в смысле, я выезжаю. Савельев, закончишь допрос. Станислав Саныч, я опаздываю страшно. Тебе надо оправдывать доверие, возможно, к тебе товарищам генералам. Так что давай, все шансы. Ну что, жив профессор? Советская наука вздохнула с облегчением. Тихонов. Я искренне радуюсь. Он еще слаб, но угрозы здоровью нет. Он дома, и с ним можно поговорить. А я впервые за всю неделю чувствую себя человеком. Без пистолета, как голый. Так что я, как Жанна родилась. Отдыхайте. Спасибо. Пожалуйста, постарайтесь не волновать его. Александр Николаевич, помните, вы рассказывали нам о профессоре Благолепове? О том, как его расстреляли. Да, конечно. А что, у вас остались какие-то вопросы? В каком-то смысле. Узнаете? Узнаете? Ваш донос на Благолепова. Ах, ах он ну ваш. Тихо. Здравствуйте, Елизавета Михайловна. Не ожидали увидеть тут такую компанию? Александр Николаевич, что с вами? Ну, вам лучше знать. Что здесь происходит? Здесь происходит финал одной интереснейшей истории с двумя героями. С вами, Елизавета Михайловна, и с вами, Александр Николаевич. Александр Николаевич, может быть, вы сами расскажете? Нет. Нет, я не могу. Я не могу. Вам стыдно перед Лизой? Напрасно. Лиза совсем не лучше вас. Вы вообще друг друга стоите. Лиза, твой отец был мне другом и даже в какой-то степени учителем. под его руководством в начале пятидесятых годов я начал работу над формулой метапроптизол. Я уже тогда понял, что это лекарство принесет человечеству огромную пользу. Я думаю, что и все остальные верят в это верят так же, как я. Нет. Однажды Михаил Петрович вызвал меня к себе и сказал, что советская наука должна повернуться лицом к нуждам простого человека, а не заниматься фантастикой. Он собирался поставить вопрос на научном совете о прекращении моих исследований. этот человек один человек решил, что моя работа без перспективы. Что она не имеет смысла. Я написал донос. В одну минуту не сображаясь, что я делаю. Потом, конечно, я опомнился, но было поздно. Через несколько дней профессора арестовали. и затем арестовали его жену. Я был раздавлен своей подлостью. И тогда я подумал, Лиза, что ты будешь моим искуплением. поможешь мне загладить то, что я совершил. все, Лиза, теперь тебе все известно. кто украл метапроптизу? Кто украл метапроптизу? Вся вот эта ваша исповедь? А вы знаете, я к юбилею вашему готовилась? Все искал, куда подарок спрятать, чтобы он раньше времени не обрадовался. дневник вот нашла. Вот прочла. Как он отца моего ненавидел, как боялся, как донос вот этот написал, как потом трусил каждый день. очень подробно, вот. Прям, знаете, как будто хотел, чтобы я это прочитала. Из-за какой-то таблетки он убил моих родителей. И тогда ты решила убить меня моим же изобретением? Нет, 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 нет. Ты должен был жить. каждый день бояться и смотреть, как день за днем я уничтожаю. Как ты тут написала? Дело всей твоей жизни. поделанные подписи в лабораторном журнале. Тут, вы сами понимаете, мне пришлось импровизировать. Чтобы все решили, что профессор покончил с собой из-за того, что у него нашли пропавшее лекарство. импровизация-то не вышла, Елизавета Михайловна. Ваш приятель из рук вон плохо устроил покушение на профессора. А где вы познакомились с этим по какому? Это не важно. Ну, мы придумали, как можно грабить с помощью метапропоцизола этих всех директоров за складами, замов, завов. Я только и рассчитать должна была дозу. Но тут же все очень индивидуально, вы понимаете, кому-то больше, кому-то меньше. Чтобы вот сыворотка правда сработала. Тут же полкубика всего нужно. То есть я еще легко оделся. Александр Николаевич, я за вас провела эксперимент. экспериментальную работу. Вы ж могли стать финальным аккордом. Тебе было бы легче, если бы я умер. Странно так все в жизни. Убийца Панафидина по счетам платить будут опять Благолепова. Прости меня. Прости. Если я арестована, уведите меня. Лиза, я сделаю все, чтобы тебя защитить. девушка, который час? Десять минут седьмого. Опоздал? Опоздал. Это вам. И везучие ты, зараза, Тихонов. Нашел их все-таки. И корочку вернул. И оружие. Можно сказать, искупил кровью. Да это не моя заслуга, товарищ генерал. Савельев был главой следственной группы. Это целиком его заслуга. Хотя я и не сомневался. Он не сомневался. У него карьера висела на волоске, а он не сомневался. А вот я сомневался. Я за тебя ночей сволочь не спу. Ладно, что там собачиться. Прощай, иди. Стасик, вы меня напугали. Вы сидите в засаде? Если когда-нибудь, Ной Маркович, меня погонят из органов, то мой призрак будет сидеть вот на этом месте. А мой призрак, Стасик, будет приносить вашему результаты и экспертиз. Ной Маркович, мне нужно лекарство против страха. Метапраптизол. Вы же его уже нашли. Против собственного страха, Ной Маркович. и никак не могу принять одно решение. Стасик, вы хотите уволиться. урок шесть. Настя, извини, что я тебя не дождался, но, может, оно и к лучшему, потому что в глаза мне сказать тебе это трудно. В общем, я ухожу. Я люблю другую. Вещи свои я забрал, из чего забыл, зайду. Галке скажу сам. Прости, пока. В общем, я ухожу. Я люблю другую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok